В собрании о будущем студенты-выпускники и без пяти минут медики с первым дипломом внимательно слушают у пока еще новой процедуре аттестации. При успешной сдаче, сразу после шести лет учебы в ВУЗе, а не восьми-девяти, как для врачей узкой специализации, можно пойти работать. Но только врачом общей практики, участковым терапевтом. Начать работать участковым терапевтом или терапевтом – это самое оптимальное, потому что вы приобретете большой опыт, вы вырвете собственное клиническое мышление. Олеся Николенко – яркий пример участковый терапевт ЦРБ Первомайского района. Стадим не мечтала, но проблемы со зрением закрыли путь в хирургию. Сейчас принимают по 25 человек в день и увлечена аналитической работой терапевта. Терапевтический профиль охватывает все. Охватывает и область головы, и область живота, и область конечностей, и грудную клетку. То есть здесь есть возможность подумать, поразмышлять, что-то посоветовать, от чего-то уйти наоборот. Первичное звено – это большая ответственность. Ее готовы взвалить не все. Так начальник одного из отделов Минздрава края Тамара Коростелева объясняет непопулярность терапевтического направления. Хотя по официальной статистике краю не хватает всего 7% таких кадров. У нас острого дефицита в участковых терапевтах нет по общей численности населения. А когда мы оцениваем именно с учетом потребности на местах, во врачах участковых терапевтов, конечно уже у нас есть этот дефицит. Вакантных должностей участковых терапевтов 97%. Специалист объясняет, за несколько лет нехватка терапевтов сократилась благодаря программе «Земский доктор». Она материально поощряет тех, кто после вуза готов 5 лет отработать в селе. Задержится ли – большой вопрос. При серьезной нагрузке зарплата примерно 15-20 тысяч. В участковые терапевты идут еще и те, кто не поступил в ординатуру, где ограничены места. Либо целевики, чье обучение оплатил район в надежде, что в будущем пополнится специалистом. Два года назад я захотела стать кардиологом. Это моя мечта до сих пор. Но так как Минздрав не отпускает, и главврач тоже не хочет отказываться от меня, потому что бы из Минздрава. Поэтому я еду терапевтом, собственно, и поэтому отучившись 6 лет, я не могу стать тем, как я хочу. Если бы Жанна отказалась вернуться, ей пришлось бы частично компенсировать деньги, затраченные на ее обучение. Кстати, сейчас Госдума рассматривает проект об еще большем ужесточении закона о целевом обучении и полном возмещении оплаты. Проект уже во втором чтении. Ограничений становится больше и, как следствие, терапевтов тоже. Но студенты уверены, что работать врачом той или иной специализации нужно не по принуждению, а по велению сердца. Анастасия Дороган, Павел Лавронин. Наши новости.